Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я буду делать кабачковую икру, как в магазине. Мой муж и мои дети очень любят кабачковую икру. И вот часто последние годы зимой мы покупаем ее в магазине. И я решила, а зачем я ее покупаю, когда я могу сделать сама, тем более, что есть абсолютно все продукты. Это вот все, что здесь вы видите, это все мы вырастили сами. Поэтому смотрите, что мне понадобится для такой кабачковой икры. Килограмм кабачков, вот они мои дорогие, полкило лука, ну 300 грамм или 500 морковки, помидорка. Я расскажу, зачем она мне будет нужна потом. На этот объем продуктов столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, перец молотый белый, он остренький такой, очень душистый, и пол вот такого стакана растительного масла. Что я буду делать? Я вообще хочу сказать, что я пересмотрела огромное количество рецептов и для себя сделала следующие выводы. Так как, вот начну с конца, все это в итоге потом будет пропускаться через блендер до однородной массы, поэтому нет смысла резать кубиками, вот то есть вымудряться с нарезкой. Поэтому морковь тру на терку, кабачок тоже тру на терку, лук мелко режу. Смотрите, что буду делать. Сначала в мультиварке на режиме обжаривания я пожарю морковь с луком вместе. Затем добавлю натертый кабачок и чуть-чуть водички. И это все дело будет у меня тушиться. Пока это дело все у меня тушится, я займусь томатами. По рецепту положено 3 столовые ложки томатной пасты. Я ее сделаю сама, из своих собственных помидорок. Натру ее на терку и поставлю тушиться. Таким образом у меня получится своя томатная паста. Еще по рецепту положено, вот у многих я видела, 9% уксусный раствор класть. Но я этого делать не буду. Я вспоминаю, когда года 3 назад я делала такую икру, огромный таз причем, и я не помню, чтобы я туда добавляла уксус. Поэтому, и еще посмотрев разное количество рецептов, в конце, в итоге, в ролике, женщины говорили, что уксус мешает, дает лишнюю кислоту. Здесь у меня будет своя собственная кислота, моей помидоры. Так что, вот такой план действий. Итак, поехали. Итак, лук, морковь я приготовила, поместила в мультиварку. Мультиварка вообще в последнее время прям такая помощница, в такую жару. Очень удобно ей пользоваться. От нее не парит и готовится все очень быстро. Поставила на режим жарки. Жарится это дело у меня будет 15 минут. И сейчас можно сюда добавить все ингредиенты, которые понадобятся для жарки. Итак, это масло. Так. Можно добавить сразу сюда весь объем соль, сахара и забыть сразу на эту тему, уже до конца приготовления. И перчик. И пускай все это вместе прекрасным образом обжаривается. А я тем временем потру кабачки мои. Все, пусть жарится. Итак, кабачки я натерла. Так, что у меня здесь в мультиварке мои? Ага, жарится. Прекрасно. Процесс идет. И я начала делать томатную пасту. Сейчас покажу. Ну вот, помидорку я натерла, опять же, на терку. И поставила выпаривать лишнюю влагу. Будет у меня своя томатная паста. Все прекрасно, все идет своим чередом. Вот, смотрите, прекрасно все у меня тут жарится. Этого достаточно. Теперь добавляем сюда кабачок. Пока воды я добавлять не буду. Посмотрим, потому что кабачок сам по себе влажный. Если надо будет по мере тушения, тогда добавлю уже и воды. Все. И мультиварку включаем на режим тушения. Вот у меня здесь тушение режим 2 часа. Но 2 часа это много. И вот где-то, наверное, минут через 40 я посмотрю, что здесь происходит. Попробую. Если надо будет, то продолжит тушение. Нет, так значит, будем делать дальше. Ну все, процесс пошел. Мультиварку закрываю. Через 10 минут проверю, что здесь и как. Потому что нужно все время помешивать. И проверять, чтобы не пригорело. Ну вот, моя чудесная томатная паста готова. Я добавила сюда немного сахара и соли. Она получилась самодостаточная, очень вкусная. Сейчас покажу, что происходит с моими кабачками. Вот, тем временем идет активный процесс тушения. Я считаю, что пока воды добавлять не надо. Здесь и так достаточно жидкости. Пусть тут, что пока. Вот в чем прелесть того, что натерла все на терку, что быстрее все приготовилось. Буквально полчаса прошло. И уже все стало таким мягоньким. Вот весь мой соус, который я приготовила, тут, наверное, ложек 5 будет. Я сюда добавлю. Уксус я добавлять не буду. Я не хочу излишней кислоты. Вот моя помидора даст все, что необходимо. Я думаю, так. И еще сейчас. Оно минут 10-15. У меня потушится уже в таком виде. Сейчас все размешаю. Ну вот, добавила томат, размешала его. Попробовала на вкус. Прекрасно. Не нужно больше ни соли, ни сахара. Все чудесно. Перчик-костринку дал достаточную такую. Томатная паста самодельная. Кислинку нужную дала. Ой, прям вкусно. Не знаю как. Еще пускай вот так немножечко потомится у меня. И потом уже вот у меня стоит рядом погружной блендер. Все это дело разобью. Так. Ну все, на 5 минут тушится. Итак. Включаем блендер. И все это взбиваем. Ну вот она, моя чудо-икра. Взбила я ее блендером как следует. И теперь осталось покипеть буквально несколько минуточек. Буду раскладывать по банкам и закатывать. Ой, какая же прелесть. Такой запах классный. Ой, дорогие друзья, такая получилась вкуснятина. На самом деле получилась как из магазина. Классная вкусная икра. Вот у меня получилось 2 700 граммовые банки. Еще вот плюс такая креманка. Очень вкусная. Вот на самом деле вкус детства. Классный рецепт. Единственное, она у меня не получилась такая ярко-рыжая. Это потому, что сама делала кетчуп. Вот. Тут нет никаких красителей. Все естественное, все натуральное. Дорогие друзья, на этом все. Ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok